Вчера в начале конференции я говорил об одиночном альпинисте Алексе Оналде. И некоторые уроки из его рекордных восхождений мы применили для инженерных вершин, для покорения инженерных проектов. И сегодня я хотел бы также начать конференцию с пары исторических фактов, которые помогут нам закрепить вчерашние уроки, но только с немного другой стороны и с другим совсем примером. На картинке вы видите красивый известный мост, построенный с 1933 по 1937 годы. Это Голденгейт мост. Его длина около двух километров, длина самого полотна, высота полота над морем где-то 60 метров. И в истории строительства этого моста примечательна одна фраза, которая, наверное, может привести в точку купения любого инженера. И эта фраза в историческом описании моста и как он строился, она звучит так. Мост был построен с опережением сроков и в рамках согласованного бюджета. И на тот момент бюджет, который планировали потратить на мост, это 35 миллионов долларов. Это тех еще додепрессионных долларов. Сейчас это надо раз в 20 увеличивать, наверное. То есть это где-то там миллиард, наверное. Даже больше миллиарда долларов общий бюджет. И в то время бюджет 35 миллионов долларов, это была не финальная себестоимость проекта. Считалось общепризнанным правилом, что на каждый миллион долларов, потраченный на крупный инфраструктурный проект, в расход пойдет одна человеческая жизнь в среднем. Поэтому, в общем-то, плановые расходы были 35 миллионов и 35 человеческих жизней. Ну вот на этой картинке вы, наверное, можете видеть, в общем, чем обусловлены были эти все вещи. При строительстве моста была впервые в истории моста строения. Я специально взял нерелевантный для нашей конференции пример, чтобы вы, наверное, могли просто базовые принципы применить к нашей теме. Впервые в истории моста строения была применена инновация. Наверное, смешно это сейчас слушать, что это инновация. И эта инновация привела к созданию такого клуба, который называется «На полпути в ад». Уж не знаю, почему работники не назвали этот клуб «На полпути в рай», почему именно «Halfway to hell». Но, может быть, это отражало их моральную предрасположенность. Но, впрочем, это выходит за рамки обсуждения самой инновации и ее непосредственного эффекта на сам этот инженерный проект. В этом клубе по итогам строительства значилось 19 человек. На этом фото некоторые из этих людей, и всего за время строительства моста погибло не 35, а 11 человек. Ну вот 19 были в этом клубе «Halfway to hell». В чем же была эта инновация и к какому эффекту она привела? Впервые была натянута улавливающая сеть под строительными работниками. Ну и, собственно, эти 19 человек стали членами клуба по причине того, что были пойманы этой сетью. На эту инновацию было потрачено приблизительно половина процента от общего бюджета проекта. Это где-то полторы сотни тысяч долларов. Согласитесь, что в то время не было такого культа сохранения жизни, прав человека и прочего, о чем нам сейчас рассказывает телевизор, да и капиталисты, в общем, они на то и капиталисты, что просто запланировали, потеряли, все как бы предсказуемо. Но несмотря на все это, вот эта статья расходов, которая не была изначально запланирована, на нее выделили из общего проекта средства. И многие из нас с вами, из вас часто говорят, когда мы говорим о внедрении модельно-ориентированного проектирования или какой-то такой вот новой технологии, что вот в бюджете, в проекте не было заложено на это каких-то денег. И это является основанием, чтобы как бы отложить попытку внедрить новую методологию. Я допускаю, что может быть у некоторых из вас не вполне адекватный менеджмент проекта на предприятии, или может быть вы не всегда способны вот как-то донести, доказать техническую обоснованность решения. Бывает, конечно же, всякое. Но в целом, мне кажется, что отсылки на то, что вот в нашем проекте мы не прописывали специально расходов на использование модельно-ориентированного проектирования, будь то это расходы на софт или подрядчика, или какой-нибудь стенд полнатурный, это все больше, наверное, извинения и повод, чтобы что-то не делать, или следствие какого-то накопленного страха, нежелания что-то поменять. Вот в проекте обсуждаемого моста эта дополнительная трата в половину процента от общего бюджета привела к экономии не только 19 жизней, но и к досрочной сдаче проекта и фактической экономии около полутора процентов от бюджета всего проектов. Это где-то порядка полумиллиона долларов. И надо не забывать, что это не сегодняшние полмиллиона долларов, а тогдашние. То есть умножать надо раз на 20, чтобы понять масштаб окупаемости и масштаб первоначальных вложений тоже. Как же вот эти дополнительные, вполне существенные расходы не привели просто к увеличению бюджета проекта? Мне надо заканчивать, Денис, ты так постучал. Нет? Все нормально. Как же эти дополнительные расходы не привели просто к увеличению проекта, но положительным последствиям, в том числе и финансовым, в плане сроков и бюджета? Как вчера на другом примере мы уже говорили, страх — это очень мощное всепроникающее состояние, и он парализует принятие и больших, и малых решений, парализует развитие, парализует созидание. И в случае работников, находящихся на высоте, это еще и парализует их операционную эффективность. Каждое движение становится гораздо сложнее, труднее, медленнее. И применение вот этой инновации, которая сняла этот страх, оно в этом проекте позволило, во-первых, повысить скорость, ну, точнее, операционную эффективность, ежедневную операционную эффективность работников непосредственно, которые работали. Второй интересный эффект — это то, что эта инновация, которая сняла этот страх, позволила быстро решить кадровую проблему, и в течение месяца после того, как эта инновация была запущена, они смогли нанять рекордное количество работников для одновременной работы на мосту. На тот момент этот рекорд составлял более тысячи человек, одновременно работающих. И третий эффект от этой инновации заключался в том, что строительство всего заняло 4 года. От момента, когда натянули сетку, до момента, когда мост был запущен, это было с 31 августа, по апрель, ну, даже по март, когда полотно застелили, то есть прошло где-то полгода, вместо планируемых, ну, таких же достаточно длительных сроков. И в результате это привело к более быстрому окончанию проекта, меньше кредитов, меньше простоев, меньше общих текущих трат и прочая-прочая-прочая экономия. Переводя эти уроки на тематику внедрения модельно-ориентированного проектирования, можно провести несколько аналогий, таких освежающих для каждого из нас. Управление неопределенностью – это неотъемлемая часть инженерной работы, но само внедрение модельно-ориентированного проектирования, просто как факт, что оно у вас внедряется и получается что-то в этом направлении, даже если речь идет о самом его минимальном базовом первом шаге, это просто создание системной модели без генерации кода, без верификации, без кучи всякой автоматизации, просто первый самый дешевый и простой шаг. Создание системной модели – это дает вам в проекте гораздо больше определенности, гораздо больше, чем личное общение с руководителем, личное общение с подрядчиком, со смежником, с заказчиком. Наличие системной модели даст вам больше определенности касательно ваших технических решений, которые вы будете принимать в проекте с поддержкой, которую вы получаете от наличия самой модели, которую вы развиваете в течение проекта. И даже это даст вам больше определенности, чем просто чтение текста в ОТЗ, о чем, я думаю, многократно на этой конференции говорилось. Модельный инвестиционный проектирование дает больше этой определенности и позволяет лучше управлять вот той неопределенностью в процессе принятия технических решений. Но дополнительно, конечно же, переход, в принципе, от привычной методологии просто в любое изменение, это дополнительное новшество и дополнительный риск. Поэтому иногда само внедрение модельно-ориентированного проектирования может восприниматься как риск. И мы потратимся, возможно, на внедрение, как минимум потратим просто время, внимание на эти вопросы, задействуем людей, обязательно это приведет к потрате каких-то денег на что-либо, что связано с этим делом. И вот если в случае со строительством мостов мы, вот ни я, ни Денис, никто из экспонентов, мы помочь никак вообще не сможем, это вот был чистый риск главного конструктора этого моста, сработает, не сработает эта инновация, это был такой эксперимент, то в случае, когда мы говорим о переходе на модельно-ориентированное проектирование, вот в этом случае как раз мы можем исключить почти все риски, связанные с тем, что для вас это что-то новое и неизведанное. Если есть опасения в том, что может быть получен целевой эффект от модельно-ориентированного проектирования, то мы через совместную работу можем гарантировать достижение того эффекта, который мы до проекта с вами согласуем, что хотим достигнуть. В том числе можем гарантировать и на договорных основаниях финансово, что если мы не достигли эффекта, то мы остались без денег, без оплаты, но мы достаточно сильно уверены, что все, о чем мы договоримся, мы сможем достигнуть, потому что технология очень зрела, и мы ее хорошо понимаем. Это может быть решение какой-то частной задачи, разработка ПТЗ, или может быть какие-то более специфические вещи, поддержать какой-то конкретный микропроцессор, который не поддерживается автоматической генерацией кода, написать для него эту обвязку, рефакторинг унаследованных моделей или разбирательство с унаследованными кодами или библиотеками, которые нужно привести к такому виду, который бы позволил бы дальнейшее развитие, желательно еще с автоматическим перетестированием, чтобы все прошлые компетенции были у нас учтены. По многим вопросам, особенно по сложным, становится гораздо понятнее, когда у нас появляется понимание вашего проекта. Ведь дать универсальные правила модельно-ориентированного проектирования на все случаи жизни, чтобы они были равнополезны каждому из вас, я хотел сначала сказать довольно сложно, но посмотрев на вас, я понимаю, что это невозможно. Все равно вы скажете нет, недостаточно, непонятно, недостаточно. Поэтому когда у нас получается организовать улицу с двусторонним движением, мы можем понять, что же вы хотите в своих проектах достигнуть, какая предметная область, какие цели, какая компонентная база, в облаке вы будете что-то крутить или на микропроцессоре. То есть, когда мы понимаем, что вы реально делаете, то нам становится гораздо понятнее, как модельно-ориентированное проектирование может вам помочь, и возникает этот синергетический эффект, когда мы знаем глубоко технологию и методы инструмента, и не только матлабовский инструмент используется для модул-бейс-дизайна, и понимаем в какой-то степени ваш проект, то вот тут возникает как раз та эффективная синергия, которую можно использовать для быстрого приобретения вами компетенции и помолок. Ну, я заканчиваю. Я хотел повторить то, о чем мы говорили вчера, что внедрять модельно-ориентированное проектирование нужно не на тестовых, и ненужных, и бесполезных задачах, которых руководство даже не вспомнит. Это должно быть важный, какой-то важный, существенный проект для вашего предприятия. Потому что если задача важна для предприятия, то под нее всегда найдется время, внимание руководства, ресурсы, если надо. Потому что если задача важна, это автоматически происходит. Если это какая-то частная такая практика, я дома попробую, а потом скажу руководству, что вот я такой, так хорошо получилось, давай попробуем, это обычно все глохнет. Поэтому мы делимся из реального практического опыта. Поэтому планируйте применять новую методологию на важных проектах. Второе – это удел внедрения новых технологий. Должны быть лучшие люди предприятия. Вот в МКБ «Факел» генеральный конструктор, он уже не посещает наши конференции, потому что он посещал их в 2012 году активно. Сейчас уже стал очень высоким человеком. Он когда-то был главным конструктором, внедрил процесс модельно-ориентированного проектирования, полунатурного проектирования, показывал, как там ракеты летают над Лос-Анджелесом в симуляторе. И за счет написания этих статей, он написал концепцию наземной отработки, отладки ракетных систем. Если надо кому-то эти статьи, мы скинем вам ссылку. Я думаю, что за счет такой инновации он и стал тем, кто в итоге стал главным генеральным конструктором предприятия, потому что сразу была понятна разница уровня его подразделения и остальных подразделений. То есть уделоосвоение – это лучшие люди, и вы можете стать как раз такими лучшими людьми, но если среди нас сидят руководители или влияющие на принятие решения, то давайте будем реалистами. Для получения реального эффекта от МОП нужно достигать это и на реальном проекте, а компетенции передавать сотрудникам, в которых вы уверены, которые потянут вас дальше. Ни временным, ни студентам, ни пенсионерам. Именно тем, которые могут быть ключевыми для вас в этом новом технологическом тренде. Также помните, что есть экспоненты, и мы можем гарантировать исключение всех рисков от самого внедрения методологии. В том числе и по документам можем это гарантировать. Хотите вы достигнуть снижения эксплуатационных расходов в отладке, можем на этом сфокусироваться. Хотите достигнуть скорости, на этом сфокусироваться. Может быть, вам нужно просто удешевить натурные испытания, можем достигнуть такого эффекта, может быть, все сразу. В принципе, иногда и такое тоже возможно. В общем, что хотел сказать. Мы, в принципе, исключили все риски экономические, юридические, технические, да даже финансовые с точки зрения внедрения модельно-ориентированного проектирования. По крайней мере, те, которые можно считать объективными, разумными. Поэтому, в принципе, у вас не осталось извинений, чтобы не начать внедрять. Ну, единственное только извинение, что у вас нет проекта. И реально, ну, просто не на чем пытаться это применить. Представьте, что вы генеральный заказчик, и хотите, чтобы ваши подрядчики вам разработали что-нибудь по методике модельно-ориентированного проектирования. Вот, что бы вы такое поместили в ТЗ, чтобы сподвигнуть этих ваших подрядчиков работать так, как вам нужно, именно с точки зрения модель без дизайна? Если я генеральный заказчик, то я прежде всего хочу иметь максимально полную системную модель у себя. И для начала я бы просто начал все свои технические задания сам лично для себя моделировать, потому что я бы вскрыл большинство, ну, очень много проблем в несочетаемости ТЗ. Когда мы делим ТЗ между разными подрядчиками, то, ну, вот я говорил на одной из секций, что мы такое получили. Нам пришло требование по битовой ошибке, но в нашей работе не стояло требования разработать тот кусок алгоритма, за счет которого такое требование по битовой ошибке могло бы быть, в принципе, реализовано. И мы там на системной модели в начале этапа смогли доказать, что фундаментально это недостижимо. И заказчик признался, что да, вот эту часть работы мы отдали другому подрядчику, но неправильно поделили ТЗ. Поэтому как генеральный заказчик я был бы максимально заинтересован в моделировании своего ТЗ, в том, чтобы отдавать техническое задание с какой-то грубой моделью, не только текст, но и грубая модель, против которой мои подрядчики могли бы протестировать свои идеи, входят ли они в общие параметры с их более детализированными моделями и так далее или нет. При этом есть множество способов в этой кооперации защитить свои интеллектуальные права, мы о них можем рассказать. Просто тут вопрос, на чьей стороне нам играть. Можно защитить права тех, кто разрабатывает детализированные модели, мы можем подсказать, как это сделать, есть такая практика. Можем наоборот, если вы заказчик, подсказать вам, как сделать так, чтобы у вас все-таки оказалась компетенция в достаточном виде, чтобы все подрядчики, хоть даже и всему линке, они бы сдали вам модель, чтобы все равно вы могли этим воспользоваться. То есть там есть достаточно защищенный способ обмена этим. Но мы как бы, кто с нами будет дружить, тому и расскажем, как защитить свою интеллектуальную собственность в этом вопросе. То есть экспонент может помочь сформулировать требования в ТЗ, внутри ТЗ, таким образом, чтобы эта системная модель появилась каким-то образом. Я правильно понимаю? Ну, мы покажем просто, я думаю, пару примеров, и там станет все понятно. Ага, хорошо. Хорошо. Еще вопрос с секретностью. Работает вот если секретные проекты экспонента? Ну, по факту да, но, так скажем, на удивление всегда, когда нас просят подключиться к секретности, мы говорим, хорошо, поехали, давайте говорите, что вы там нам собираетесь передавать, и вдруг там оказывается, что, в общем, ничего и не хотят. Уже несколько раз такое было. Мы даже собирались там открывать необходимые формы тем сотрудникам, которые будут в проекте. Но, де-факто, все сводится к тому, что мы фокусируемся на технологии, а заказчики фокусируются на технике. И вся секретность, она в технике, а не в технологии. Поэтому заказчики у нас, например, по суперсекретной системе связи, мы ее, в общем-то, разработали, они берут модельки, меняют в ней частоты, меняют псевдослучайные последовательности, и они сами с компетенцией по модул-бейс-дизайну делают из этой весьма хорошей заготовки, почти готовы, делают вот ту, которая на самом деле будет работать в скрытном режиме, передавать нужную информацию. Это как один из примеров. То есть по факту оказывается, что мы готовы, если надо, сотруднику соответствующей секретности открыть, но, де-факто, оказывается, что это не так уж и нужно по причине специфики, что мы фокусируемся на технологии. Спасибо большое. Еще вопрос по поводу вот этого кураторства. Как формируется ценовая политика относительно этого куратора? Что это такое? Какое участие? Каких денег вообще ожидать, затраченных на построение системной модели с куратором вместе? Такой, да, широкий вопрос. Ну, хорошо. Ну, первое, что ожидайте, если вы переведете там вот фактические часы, ожидайте, что наша ставка в пять раз больше, чем среднерыночная. Но мы работаем в 10 раз быстрее, поэтому мы никогда не скажем вам, сколько мы берем за час. Мы просто посмотрим на проект, скажем, сколько нам нужно времени, чтобы вместе с вами его сделать, и просто скажем цену. И это будет конкурентоспособно, рыночно, и, ну, просто мы не будем говорить вам, сколько за час мы берем, потому что, ну, мы работаем неожиданно быстро для многих из вас. И поэтому согласовывать с вашими экономическими службами такую ставку за час, это просто упороться можно. То есть мы проще скажем, что вот срок, и вот готовый результат. Это первый момент. Второе, ну, в среднем для того, чтобы начать, хоть что-нибудь сделать, например, достаточно хорошую системную модель можно сделать за меньше полумиллиона рублей. Меньше полумиллиона рублей. Если это очень серьезные, очень детальные модели, если это переходы для какой-нибудь синтеза кода, поддержка российских микропроцессоров, поддержка воронежских плисов, то есть что угодно, вот такое вот начинается очень серьезное, глубокое, и не только в начале модель бейс дизайна, но и до самого конца модель бейс дизайна, ну, проект может там занять там пару миллионов рублей. Это я сейчас не говорю там на расходные всякие вещи, если нужен там софт или нужен там комплекс какой-нибудь, отладка и так далее, либо это у вас есть, либо это, ну, как бы надо будет купить, либо это мы купим, ну, то есть это же там дело десятое. Все, все. Тебе понятно? Ну, почти понятнее стало. Просто надо бы смотреть на ТЗ, получается, да? Нужно определить скоб, потому что, условно говоря, там кто-то считает, что там работать надо два месяца, а у нас получается за там два дня. Вот, и вот здесь у нас очень большая дельта недопонимания друг с другом, поэтому надо смотреть на реальный проект, и мы просто скажем, в каком формате это лучше сделать. Потому что есть формат, когда мы даем много в исходниках и передаем компетенции, есть формат, когда вы говорите, дайте нам просто работающий HDL код, и там через три месяца и все, и нам не нужен никакой симулинг. Мы редко беремся и почти даже не беремся за такие проекты, но тоже вариант, как можно рассмотреть. Продолжение следует... Продолжение следует...